Безнадзорные собаки Стало ли больше бродячих собак в городах Сибири за последние годы? К сожалению, мониторинг этих количеств собак не проводится. По ощущениям, собак больше не стало, потому что количество собак напрямую зависит от наличия кормовой базы. То есть, если кормовая база есть, а это открытые помойки, свалки и так далее, то количество собак увеличивается. Если эта кормовая база исчезает, то, соответственно, уменьшается количество собак. Они уходят на другие территории, где эта кормовая база есть. Даже количество воспроизводства безнадзорных животных, о чем говорят последние научные исследования, как раз напрямую зависит от наличия кормовой базы. Человек в общем может это количество регулировать, причем регулировать гуманными способами. А если говорить о регулировании численности собак более, скажем, негуманными способами, это что эффективнее, стерилизация или убийство? Ну, безусловно, убийство никакого результата не дает. В 28-м году тогда в Российской Федерации вышло постановление Совета народных комиссаров, которое называлось «О борьбе с бешенством собак». Именно с того времени в Советском Союзе, потом в Советском Союзе, потом в России стал применяться безвозвратный отлов, то есть фактически умерствление безнадзорных животных. За все это время были потрачены многомиллиардные суммы. Ни в одном регионе Российской Федерации эта проблема не была решена, потому что это тупиковый путь. То есть стерилизация. Да, безусловно, стерилизация, да тем более опыт других стран, он показывает, что стерилизация является наиболее эффективным способом. В чем суть стерилизации? Происходит старение стай. То есть, иначе говоря, когда вы выезжаете на отлов животных, животных отлавливают, убивают, если там остается кормовая база, на это место приходят другие собаки с других, скажем, районов города. А скажите, а если, допустим, в городе целиком провести такую масштабную акцию, они придут из-за пределов города? Конечно, они придут из-за пределов города, они придут с села, они придут откуда-то, потому что животные мигрируют в поисках пищи. Они все равно придут, да. Но если у вас, скажем, в вашем микроороне жили там 10 собак, которые уже адаптированы, то если вы их убираете, на их место приходят другие, совершенно, сказать, чужие собаки, вы не знаете. Они могут быть заражены там бешенством, какими-то иными общими для человека и животного болезнями. И в этом случае эта ситуация ухудшается. Поэтому, а когда происходит стерилизация, то остаются те же самые собаки, но они стерилизованы. То есть, устраняется два фактора агрессии. То есть, это так называемые собачьи свадьбы, когда собаки за самкой собираются, ну и, естественно, проявляют агрессивность. Плюс собаки не могут воспроизводиться, соответственно, собака не охраняет своих щенков. То есть, тот же самый фактор агрессии устраняется. Поэтому этот способ уже признан максимально эффективным. Какие организации сейчас занимаются отловом и проблемой вообще безнадзорных собак в сибирских городах? И какие организации работают эффективнее, муниципальные или общественные? Есть ли примеры такой работы? Это являются специальные организации, которые занимаются отловом безнадзорных животных. Как правило, они при департаментах или министерствах городского хозяйства. Это цель этих, так сказать, организаций освоить бюджет. То есть, очевидно совершенно, что никаких, скажем, гуманных намерений, чего-то еще у этих организаций нет. Да, они выполняют функцию. Ведь отлавливаются не собаки, которые представляют опасность. Отлавливаются собаки, которых можно отловить. Потому что большие, очень осторожные, они агрессивны, они, скажем, их не очень просто поймать. И поэтому фактически они освоили бюджет, 5000 собак отловили, из них 90% не представляют опасность. То есть, по сути, убиваются те собаки, которые уже ручные, которые не навредят человеку. А дикие животные, они прячутся и их поймать сложно. Да, никакой селекции нет. И, условно, общественные организации подходят к этому не с позиции освоения бюджета. Понятно, что если они отлавливают животных, то они отлавливают животных максимально возможное количество. Потом производят селекцию, если животное агрессивно его оставляют на содержание в приютах. Если животное, так сказать, не агрессивно, его вакцинируют, стерилизуют и могут выпускать. Скажите, существует ли в Сибири положительный пример, как городские власти, общественные организации смогли, сработались и каким-то способом решили эту проблему или хотя бы приблизились к ней? По закону сейчас содержать животное, обязанное полгода, по факту этот срок до 10 дней доходит. Как здесь обстоят дела? Я могу сказать, что практически во всех сибирских регионах, за исключением Омской области, есть законы о животных. Поэтому, соответственно, с точки зрения законодательства, в Омске ситуация хуже всех. Я знаю, что в том же самом Новосибирске, в Кемерово, в Томске есть законы, которые хоть как-то эту деятельность регулируют и позволяют строить общественно-муниципальные, либо общественно-государственные взаимоотношения, решать какие-то проблемы. Спасибо, Игорь Владимирович. А я напомню, о путях решения проблемы безнадзорных животных мы поговорили с зоозащитником и юристом Игорем Пушкарем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова